О, загрузка. Кричневая вторая начала свое правление с разных реформ. Разучила больше, что для науки. Улучшила армию флот. И при ней началось завоевание Аляски. Где было одно племя за русских, а другое против. В итоге русские выиграли те, кто был против. В итоге вместе с Пруссиострой они разделили Речь Посполитую. У нее было очень много фаворитов. Началась русско-турецкая война. Румянцев, Суворов. Побеждали вместе с запорожскими казаками, а также донскими и всех их турок. Суворов, наверное, самое главное поражение туркам. И запорожские казаки очень смело участвовали. В итоге произошел честненский бой. И под руководством Самушакова. Молодой Кутузов и Суворов взяли крепость Измаил. Путемкин завоевал запорожский город Ачаров, озаборожив его от дурков. Поэтому Россия не захочет запорожцев. Турция сдалась. В итоге улучшилась русская армия. Но до этого стал Пугачев, который побеждал все отряды военных. И у него нарастут 25 тысяч человек. И они не хотели сдаваться никому. И они просто спокойно обрали и убивали, кого захотят. Кто поддерживал казаки? Разные народы. Ранскея почти не посоединялись. Посоединялись яицки. Посоединялись крестьяне и рабочие. Усташались фабрики из завода. Но успех продлился недолго. Ременян Пугачева. В защищенной крепости Суворов нанес ему поражение. И там погиб его соратник и лучший друг. Прошел Семен Пугачеву сбежать. Но он совсем скоро его поймали в черном яре. И казнили. Екатерина II вскоре умерла. Начал править страной Павел I. Он начал, опять же, с некоторых реформ. Улучшил армию. Ужил флот. Но он разбирался и в войне. Так же он стал мальтийским рыцарем. И в итоге, когда римский корсаков был разбит, Суворов перешел Альпы. По дороге не мог. И скоро умер. А Павла I убили, задушив его. Поэтому ударив его палкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова